Ребята, у нас Днепр, смотрите, полностью выключили свет. А вот эта падла меня так испугала. Я думал, что это ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я говорю, Коля, бомблядь, как-то тут, блядь, светофор. Смотрите, выключили город. Я такого еще не видел. Город в темноте. Говорят, суки ходили. Вы знаете, я сейчас расскажу. Я в тот день, когда вот первый раз я проснулся от бомбежки, значит, приехал Коля. И мы пошли за продуктами в Лесель-По. Иду я с Лесель-По. Блядь, выключилось. У меня, ребята, телефон разрядился. Я поставил на одни голубцы водичку. Тут сделал такую зажарочку. И потом запарю их. Я свет выключаю. Горит свечка. Нахрен не хочу и ничего. Сегодня, может, приедет, выехала девочка. Дочка моя, одноклассницы Вали, из Харькова. Она в консерватории учится. Там, где я учился. И вот она едет из Харькова. Села в поезд. Не знает, до куда доедет. Жду. Она говорит, доедет она или до Запорожья, или Запорожье ее там заберут. Или до Харькова. В поезд села. Говорит, в поезде проводница. Говорит, мы сами не знаем, куда мы доедем. Потому что под Мелитополем нам что-то бомбят. И непонятно, что. Вот. Что хотел сказать. А, и я шел же с Лесельпо. Шел с Лесельпо. И иду, короче, одесем с Колей продукт. Я аж пакет несу, воду, руки заняты. И вот в конце площади стоит мужик. Уже там, где Лесельпо. У нас находится, и ты выходишь сюда. И стоит мужик. Стоит мужик. У него ведерочка с краской. Такая, как серебряночка. Какая-то такое ведерочка. Он в каких-то странных штанах. Какая-то на нем странная куртка. И я на него как-то так еще глянул. И он на меня глянул. То есть, мы встретились глазами. Как-то я на него глянул. Но еще-то мне странно. Посреди площади мужик с баночкой краски стоял. А потом он берет вот так вот руку. Вот как я сейчас делаю. Вот так вот. А там какие-то как часы, не часы. Не знаю, какой-то как часы. Типа вот что-то круглое. Ну не знаю, не компас. Я не понимаю. И он его берет вот так вот. Только телефон не так, как я держу. Вот так разворачивает. И фотографирует вот эти часы. Вот так вот поднимает как бы высоко. Я подумал, что он свои часы фотографирует. Я ничего не понял. И сейчас я немножко как бы анализируя то, что рассказывает. Что ходят какие-то суки. Ставят метки под домами. Какие-то то такие с батарейкой херня. Которые сияют, аж в космосе видно. То вот такие краска, короче. То ли серебрянка, то ли с фосфором. То ли черти шочу. То ограды на могиле. Ой, блядь. Я стою на балконе и сейчас нахуй и получу. По-двоему, вот теперь крыша останется. Я думаю, вниз. И теперь я понимаю. У нас вот там, кстати, нашли где-то закрашенные такой серебрянкой какие-то круги. Вот тут прямо у соседнего дома у нас в Днепре нашли. И говорят сейчас люди. У нас нашли на планетной... На планетной, по-моему, восьмой номер дома. Я не знал, что он есть. Я думал, что только четный. Там, по-моему, планетная восемь, что ли. Или прогресс. Ну, где-то вот там, где планетная. Нашли маячок, вызвали милицию. Прям на крыше падали маячок. Представляете, поставили кто-то. Кто это ставит, непонятно. Но кто-то ставит, понимаете. Поэтому смотрите, чтобы не было таких маячков каких-то блестящих. Они с батареек. Надо вырвать и уничтожить. Или вот крест какой-то засыпать. Че землей его надо, че черти чем. Краской, которая накрашена. Но вот краску я видел. И он взял ведерко, вот тот мужик. Вот так сфотографировал и пошел вот так вот впереди. Не, наверное, сзади меня. Потому что я еще посмотрел. Думаю, что тут маляр делать? А что там маляр был, понимаете, мне интересно. А у него там такая кисточка. И такое ведерко в руках, вот такое. Где-то, ну, литра, может, на 4 ведерко вот такое. Ну, так хрен его знает. Вот этот светофор, ну, че не выключат? Парахид для кого вот это? И в городе, смотрите, я такого города не видел. Город выключен. Все фонари выключены. Все выключили. Потому что боятся, чтобы не было чего-то плохого, понимаете. Я захожу в хату. Ой. Так что спасибо, ребята, за нормальные комментарии адекватные. Многие люди согласны. Кстати, там мне написали, что Зеленский типа отказался. Вот интересное сообщение. Зеленский отказался от переговоров с Россией. Типа попросил перенести их на завтра, отложить на завтра. Ну, так отложить и отказаться, это разные вещи. Он не отказался, он решил. Ну, я, конечно, считаю, что надо максимально быстрее. Максимально быстрее, чтобы было какое-то затищее перемирие. И чтобы из этого конфликта выходить. Максимально быстрее. Там он типа попросился поддержки, чтобы кто-то был типа посредником в переговорах. Не знаю, я бы, допустим, я бы не побоялся. Я уверен, что никакой бы западни ему не было. Но это мое мнение. Я уверен, что если бы он поехал туда до Лукашенко, никто бы его не тронул. Там бы они нормально в серии поговорили сами за закрытыми дверями. И что-то пришили. Ну, понимаете, хочется спокойно ходить по городу. Спокойно включать свет, смеяться, петь в квартире. Готовить, есть. И так, зараза, то того настроения не мою, то этого настроения, а еще и война. Под полы, давай, под полы хвост, под полы хвост. Ты что, не понимаешь, что тут свечка? Дурачок, уйди отсюда. Томас, ты сейчас как жарптица полытый, говорю. Ненормальный. Нахера ты такое делаешь? Иди отсюда. Либо сейчас свет включу. Иди отсюда, говорю. Задроченный. Ну, ты знаете, возле свечки крутая хвост. Сейчас полыхнет и катаны будет. Так что я сейчас жду. Не знаю, эта девочка выйдет. Ну, Оля выйдет или в Днепре, или до Запорожья поедет. Поэтому я не знаю, что, как ее забирать. Что, такси туда вызвать, чтобы она приехала, чтобы же на вокзале не сидела. Вроде как такси работает. Смотрю, по городу такси проехала. Ну, я позвоню в службу, спрошу. Если нет, то сяду на машину и заберу ее, поеду. Это моя одноклассница-дочка. Тоже на вокальном учится в консерватории. Уже третий курс у нее. Так, Томас, вали отсюда, я закрываю двери. Хватит, ты жрешь круглосуточно. Вылазь, вылазь. Вылазь, говорю. Вылазь. Ты там лазишь. Что лазишь? Ты знаешь, что Томас чуть хвост не подпалив себе. Нехер лазить. Нехер лазить. Свечку не эта самая, закрывай двери на кухню. Ты мне кота спалишь. Дебин. Такая задурена. Прячется, что-то там прячется. Че ты прячешься? Охотник засратый. Ой, а тут круглосуточно вот это идет. Ребята, доброе утро. Я вчера приготовил вот эти голубцы Надины. Думал же приедет дочка одноклассницы. Она как-то села в поезд из Харькова. И оказывается, что нет билетов до Днепра. То есть нет маршрут не до Днепра. Маршрут как-то Синельникова, Запорожье. Поезд из Харькова. И идет, по-моему, в Новониколаевку или куда-то. В общем, под Мелитополем там, говорят, сильно стреляли. Она вышла в Запорожье. Запорожье там у них знакомые. Девочку забрали. У нас тихо. Показывай, что у вас. Ребята, что я могу показать? У нас тишина. Никакой сирены. Предупреждали, что будут стрелять. Что может быть страшно. Что в подвалы хералы. Все мы дома. По крайней мере, я. Я знаю, что Диана там с бомбоубежища уходила в Запорожье. Ничего не звонил, честно. Не знаю, что сейчас 10 утра. И сегодня хоть выспался. Эти дни даже не спал. Вон люди в трамвае сидят. Первый трамвай. Немного. Второй вагон пустой вообще. В первом вагоне есть, во втором нету. Что я могу показать? Закрыт Миллениум. Уже несколько дней. Я могу сказать, что, по-моему, пьяная вишня вывезла свои напитки. Многие магазины не открываются. Почему? Не знаю. Может быть, что боятся мародерства на ночь. Знаете, что продукты, что будут грабить. Я знаю, что много закрытых аптек. Что мало лекарств. Люди поразгребали с перепуга и зеленки, и спирты, и все на свете. Все, что могу сказать. Все, что могу сказать. Тишина. Мама звонила, сказала, давай, думай что-то. В общем, решай, как хочешь. Мне так холодно на балконе еще. Вот эти машины, когда падлы гудят, понимаете. Ты лежишь дома, и вот это тебе кажется, что а вдруг, а вдруг. Добро будет написали в телеграм-канале, что типа они молятся за Украину. Что они хотят строить и развиваться. Это строительная компания. Я так понял, что строительство остановилось. Так что такое. Ой, холодно. Я аж трясусь весь на хер. Ой, блядь. У меня с утра, когда встаю, у меня аж морозит с этого. Что показать цветок у меня. Видите такой старчок. Ира говорит, что это цветок. Что они зацвели. Говорит, ты обрати внимание на свои цветы. Говорит, что я тебе давал вот это долларовое дерево. Меня трясет аж. Холодно. Там, значит, выпустили. Мне сейчас в инстаграм кидает. Вот смотри, Санвел показали в России. Ваши солдаты живые со Змеиного острова. Ваш президент их похоронил. Ребята, вот у кого есть зрители. Может быть, кто-то знает. Или жены, или дети. Или кто-то знает знакомые, которые служили на этом Змеином острове. Пограничники. Это были не военные, а обычные пограничники. Скажите. Ну, вы знаете эту ситуацию? Потому что для меня принципиально важно вот эту ситуацию раскрыть. Для себя. И для зрителей. Потому что показать по телевизору, знаете, можно... Честно говоря, я не видел кадров, как их убили. Я не видел труп. Украина этого... Ну, трупов, или как сказать. Украина этого не показала. Украина лишь заявила, что вот они послали этот российский корабль. И на этом, как бы, их убили. То есть, то, что говорил корабль им, да, говорил, что сложите оружие, или мы нанесем удар. То есть, это говорилось, правильно? Вот. Они сказали, иди нахер, типа. И после этого их убили. И вот показали, что... А в телеграме даже выставили того начальника корабля, кто это такой какой-то мужик там из Крыма, типа. Вот. Ну, не показала ни Украина трупов. Знаете, что вот действительно... Ну, должны же быть похороны проходить. Я думаю, эта информация должна где-то освещаться. Просто я не роюсь в этом всем в интернете. Кто знает, вот скажите. Потому что показали, что там 83 человека им воду раздавали. Там что-то... Сухой паек какой-то они брали. Журналист говорит, вот это теса. А как узнать, что это они? В мир вот этих провокаций и брехни, честно говоря. Я уже даже, как бы, ну, под сомнением много чего ставлю. Ну, просто как вот убедиться? Вот как поверить? Завтра я переоденусь, скажу, вот... А кто-то снимет видео, я скажу, вот я диверсант. Или я военный пленный Украины. Или я одену сейчас форму еще какую-то, я скажу, я военный России. Ну, понимаете, показать и сказать можно что угодно. А как вот знать, что это правда? Как вот знать? Вот у меня тихо-тихо. Я же не говорю, что бомбят. Что ты дуришь, что у вас... Что дуришь? Ну, я слышал два выстрела первый день. Потом вчера в трансляции что-то там грюкнуло. Что, не знаю. Все. Я же не придумал, что тут стреляют и летят бомбы бесконечно. Что есть, то и показываю. Будут лететь бомбы, покажу бомбы. Но если для вас это будет тоже брехняно, то что я сделаю? Сейчас миллион фейков. Миллион всего. Сейчас, честно говоря, не знаешь. Тут скинули дом. Дом в этом самом... Взорвали в Киеве дом. Мне другая пишет. То это взрыв Волгодонский в каком-то... Ну, я смотрю... Я уже набрал в Ютубе. В гугле. Взрыв Волгодонский в каком-то там году. Смотрю, там вроде как другой дом. А на фотографиях, что она мне скидывает, надпись. Типа, это взрыв Волгодонский, а украинские СМИ показали, что это, типа, взрыв в Киеве. А дом идентичный на фотографиях. Вот то, что на скринах. А в ссылку, когда заходишь, вот просто в гугле пробиваешь. Там другой дом выпадает. Похоже тоже такое. Ну, я прям там нашел балкон застекленный, кондиционер снизу. Вот те скрины, что мне выслала женщина. Так на скрин фотографии можно наложить, что это 90-й год, 71-й год. А как знать, что это? А когда открываешь в гугле, именно смотришь, взрыв в Волгодонске, фото дома. И там совсем другой дом. В общем, я говорю, что сейчас такое можно в век технологий, такую брехню распространять. Такие фейки лепить, понимаете, что Columbia Pictures отдыхает. Я вам серьезно говорю. Потом какой-то парень там пишут, что вот этот парень, который взятый в плен из Нижнего Новгорода, что это типа какой-то украинский. Но я смотрю, я не пойму, то он или не он. Я не могу понять на фотографии. Я не знаю. Ну то, что я вижу, я вижу. Честно, не понимаю людей, которые мне стали писать, ой, ты предатель. Зрада. Что зрада? Какая зрада? При чем тут зрада? Я считаю, что если такая ситуация, что погибают люди, надо это останавливать любой ценой. Зрада это, когда ты не хочешь войны? А гражданам России, которые мне пишут, что ой, ты ответишь за свои дули, за свои оскорбления. Так вот не надо в трансляции сидеть и говорить, завтра мы тебя завоюем, ты будешь учить петь гимн России. И не будете получать дуль. Понятно? Не надо провоцировать, чтобы не получать в ответ дулю. А то там пишут, смотри, сейчас за тобой придут чеченцы, а другая пишет, смотри, за тобой придут украинские эти. Так уже соединитесь вместе, то придите за мной. Ося на балконе. Давайте, вперед. Развервить попал. На четыре части. Давайте, стреляйте, вбивайте. Вперед на мины. Пугают со всех сторон. Ёб твою мать. Уже и слово сказать нельзя. Никакой нахуй послать. Че уходи. Их, короче. Двумы смертям не бывать, одной не миновать. Ай, перчик вошел. Честно говоря, вы знаете, вот на еду смотришь, оно падло какое-то отвращение. Это не потому, что Надя готовила. Ну, то есть, Надя, нет. Просто вот какое-то от еды отвращение. У меня за вчера вот уто сел кусок хлеба в трансляции, еще там что-то, по-моему, на Ирине, по-моему, даже не ел на Ирине. И дома еще чуть-чуть что-то съел. Ну, то паштет был, то не масло было, то паштет. Честно говоря, в рот как-то еда не лезет. Трясешься без конца эти телеграм-каналы, без конца эти новости. Там кто-то пишет, что Зеленский отказался от переговоров. Он не отказался, он попросил перенести. Потом обращение вышло Зеленского, вот прямо оно возле оперного театра Киевского, что говорит, ребята, что много фей. Он тоже говорит, он вспомните Зеленский, что говорил, что СМИ не нагнетайте панику. Даже Зеленский сам говорил, что СМИ наши нагнетали панику. Что говорит, успокойтесь, даже Зеленский говорил это. И почему я сказал, что, типа, ну, надо передоговариваться. Я даже, я в первом обращении, когда Зеленский сказал, он говорил очень так спокойно и так вот, как бы, закидывал удочку насчет переговоров. Он не говорил прямо, что Путин, давайте, вот первое, когда было его обращение там, он сказал, что мы, типа, еще не в НАТО. Я спросил 27 стран. Мне, говорит, все боятся. Никто мне не ответил. Он дает своим гражданам понять, что ребята нас не берут в НАТО. Я как-то буду договариваться по-другому. Он это имел ввиду, как мне кажется. А в следующих своих обращениях он прямо сказал, что я предлагаю переговоры с Россией Путину. Прямо сказал. И Путин согласился. Ну а потом Зеленский сказали, что куда-то пропал. Что-то это. Я не думаю, что с ним бы его прям бы там. Нет. Я думаю, что если бы он поехал в Минс, ничего бы с ним и Лукашенко, и Путин там бы не схватил бы его никто. Я уверен, что они бы так не сделали. Они бы достойно себя в этой ситуации провели. Если бы он пошел на какие-то переговоры. Я не думаю, что там бы подставок. Но это мое мнение. Я не знаю. Так бы они не делали. Это уж совсем, знаете, низко. И что плохого я сказал, что я в принципе поддержал Зеленского, что надо переговоры. Естественно, надо садиться. Ну хорошо. Россия выдвинула 4 пункта. Отказ от Крыма, признание ДНР, убрать отказ от НАТО, и чтобы больше не постачало оружие. Это Путин и в Инстаграме. Это же не я придумал. Вот эти 4 пункта. И если Зеленский соглашается идти на переговоры, значит, он какой-то из этих пунктов готов принять. Может он скажет, я обещаю, что я не буду в НАТО. Или там, у меня вот все, уже ему мир показал, что НАТО ему не видят. То есть, ну какой-то из этих пунктов он готов принять, значит, Зеленский. И что тут плохого, что я сказал, извините. Что пусть садятся. Чего-то я зрадник. Ни хрена себе. Зрадник. Ну вас нахер. И тут я не своя, и там я чужая, оказала Валя Стареза, приехала работать в Уфу. И говорит, работала где-то, говорит, сестра, говорит, что-то говорила, там гнала на нее. И тут я не своя, и там я чужая. Тут я не своя, а там уже чужая. Вот это так и я. Черт и шо. Ты то одно мнение говоришь, что другое. Да какое мнение? Какое мнение? Я считаю, что это Украина все. Но в сложившейся ситуации я понимаю, что надо идти на какие-то переговоры. И Зеленский это понял. И я это понял. И что тут такого? Что от меня зависит это? А вот это сказала женщина, что как-то можно там потянуть вверх и открывать вверху. Я открывал внизу. Как-то она сказала, нажат и потянуть. Так, куда я потяну? Оно у меня так не снимается. И тут не откручивается, по-моему. Ох, в общем, насто пиздила эта политика, честно говоря. Я просто эмоциональный человек. Естественно, я говорю то, что я вижу. То, что я переживаю. Если мне показывают, что-то у меня соответственная реакция. А машин мало. Иной раз тут выходишь, весь, знаете, пробки прям стояли. Выходишь, а тут прям пробки. Сейчас буду звонить Ире, узнаю, что там они. Ира с Зеной остались дома. Она вчера по последним данным. Она говорит, Да, Гена сказала, я никуда не пойду. Говорит, варит кофе, стык трустак, сказал, я никуда не пойду. Дети пошли в бомбоубежище, а мы дома. Ну и я дома. Тоже говорили, что будут, будут, что. Смотрите. Ну, пока ничего не было. Я же не буду говорить, что бомбы летят, что нас убивают. Если этого нет. Ой, ладно. А всем тем я хочу добавить. Кто с одной и с другой стороны, меня угрожая, то тебя те заберут, то тебя те заберут, то тебя украинцы в миротворческие сайты внесли, то тебя там еще в какие-то сайты внесли. Знаете, что? Проиграйте меня в карты. Тому я и досталась. Вот и все. Ой, собака гавкнула. Подтвердила. Сирена. По телевидению, значит, воздушная... Короче, воздушная... Воздушная тревога, че что? Да, воздушная тревога. Все укрытия. Мы не ходили. Одесса была. Ну и шо? Ну шо? Посидели полтора часа и пошли домой. Люди стали расходиться и пошли домой. Потому что, там говорит, тоже особо долго находиться невозможно. Пыльное помещение. Много людей. Где эти бегают? Эту путь поднимают. Сидеть не... Ну, то есть, оно как бы... Убежище. Ну, говорит, там, где она... Где они такие мощные, как бы... Ну, как бы, вроде бы, как создает видимость защиты. Но... Не на чем не сидеть. То есть, если там... Не сесть, не лечь, ничего, да? Ни воды, ни чая. О, нет. Туда надо идти со всеми стульчиками. С термосами совсем на свете, да? Да. Стоять на улице тяжело. Типа, ну, полтора, два, три часа, пол... Ну, как ты же понимаешь? Ты же не знаешь, сколько? Ну, метро, когда спали, говорят, на своих этих спали. Прям на тряпках. Слышишь? Ну, а выстрелы были какие-то? Взрывы? Ничего, у нас тишина. Просто тишина. Ну, таки у нас тишина.